Это программа День с толком. Здравствуйте, в студии Ирина Корчагина. Смотрите в этом выпуске. Разрушенные памятники и погнутые кресты вандалы разрушили более 60 надгробий в Первомайском районе. В преддверии ремонтных работ, как в Барнауле собираются решать проблему дорожных пробок. Из Рубцовска в Париж алтайский спортсмен будет защищать Россию на чемпионате Европы по боксу. Алтайский край стал лидером в Сибири по подорожанию медикаментов. Аудиторская консалтинговая сеть сообщает, что в сравнении с допандемийным первым кварталом 2020 года цены на лекарства в край выросли более чем на 11%. Больше всего подорожали аспирин и йод на целых 45%. Хлоргексидин и троксерутин прибавили в стоимости от 40 до 46%. Значительно выросла и цена противовирусного орбидола и не менее популярного у населения витамина D3 – плюс 30-35%. Любопытно, что довольно серьезно взлетела и цена на известное натурально-успокоительное. Настойка пустырника подорожала на 28%. 71% всех городских артерий соответствует нормативу. К 2024 году должны будут дойти до цифры 85%. И чем больше ремонтируют, тем актуальнее становится проблема пробок. Многие водители уже возмущаются, хотя дорожники только начали. Мы узнали, как администрация города планирует решать проблему городских пробок и что об этом думают эксперты. Транспортный коллапс – самый приличный отзыв барнольцев во время ремонта асфальта. Это еще одна причина городских пробок. Только за сезон 2021-го дорожники работают и будут работать на Зминогорском и Павловском трактах, Старом мосту и мосту Почелюскинцев. В общем, 23 объекта. Автомобилисты уже в самом начале готовы оценить организацию движения. Дняхти, особенно когда на Зминогорском тракте проходило недавно, вообще плохо было проехать. Заторы были и по Лосихинской, и туда дальше. Вы давно в пробку попадали во время ремонта? Недели полторы назад, два с половиной часа я ехал по горе. И считаю, что это было бестолково. Я так понимаю, там это до сих пор. Как оцениваете качество организации движения именно во время ремонта дорог? Ну, из десяти на пять, наверное. Потому что пробки всегда были везде. Сейчас собираются делать мост на новом рынке, не представляю вообще, что будет. Будет коллапс уже без преувеличения. Не нужно забывать, что это один из сложнейших объектов для ремонта. Даже в администрации города говорят, что проектная документация, хоть и разработана, ее все же будут корректировать. Потому что стоимость работ считали еще больше пяти лет назад. А только за последние два года металл подорожал больше, чем на 50%. Так что после пересчета цена станет гораздо выше нынешних миллиарда трехсот миллионов. Представьте, какую работу предстоит проделать. Николай Данилин, депутат Краевого Заксобрания и директор ДСУ номер 4, который сейчас ремонтирует старый мост, говорит так. Тонкостей при ремонте одного из главных путепроводов Барнаула будет множество. По нему идут все вообразимые коммуникации от кабелей спецсвязи до теплотрассы. Только на подготовительный период уйдет не меньше полугода. Маленькая деталь по существующим выданным техусловиям, которые проектировщики учитывали при проектировании данного объекта. РЖД давала разрешение на работу именно на путях своих. 72 окна в ночное время продолжительностью 2 часа каждое. То есть, представьте себе, чтобы успеть в сутки всего дадут 2 часа поработать, причем ночью. На все работы уйдет в хорошем случае 2 года. А этот мост – один из главных путепроводов города. Как рассказали в администрации, решать проблему пробок будут комплексно. Прорабатываются пути объездов, в том числе и для общественного транспорта. Например, разворотное кольцо для трамваев рядом с торговым центром «Пионер». Также возможность пересадки пассажиров. То есть, они, допустим, доехали на трамвай до торгового центра «Пионер». С одним этим билетом перешли на другую сторону, к дому быта. Сели на троллейбус, допустим, и продолжили движение. То есть, рассматриваются такие варианты, чтобы ускорить движение пассажиров. Вариантов борьбы с безумными барнаульскими пробками огромное множество. От самых фэнтезийных, вроде переноса административного и бизнес-центра города в индустриальный район, до реалистичных, перехода на общественный транспорт, реверсивного движения, умных светофоров или способа, которым я сейчас пользуюсь. Кстати, уже можно предположить, что во время того пресловутого ремонта над ЖД путями спрос на двухколесную технику в Барнауле вырастет. К слову, вот этот бетонный путепровод рядом с мостом для пешеходов и велосипедистов сделают поудобней. С машинами сложнее. По проспекту Ленина в сутки движется до 40 тысяч авто. Все эксперты говорят, да и чиновники не спорят, не существует средств безболезненно перераспределить этот гигантский автопоток по другим и без того оживленным артериям. Что уж говорить, даже решить проблему ночного ремонта не получается, хотя многие водители недоумевают, почему ремонтируют днем, когда дороги загружены. Некоторые работы производят в дневное время, в связи с тем, что необходимо успевать подрядчику срок. И в связи с тем, что поступают также жалобы граждан на нарушение тишины. То есть, когда работает ночью дорожная техника, допустим, фрезерование происходит, то достаточно шумно. Мы пытаемся варьировать между желаниями автомобилистов, чтобы не было пробок, и граждан, которые проживают на ремонтированных объектах. Как говорят эксперты, проблему нужно решать комплексно, думать о строительстве новых кварталов, учитывая генплан развития города и план развития автомобильных дорог, увеличить количество парковочных мест в новостройках, ввести ту самую интеллектуальную систему движения с умными светофорами. И, конечно, из главных способов отбить у человека желание покупать машину – развитие системы общественного транспорта. Вообще-то, транспорт должен быть комфортный и быстрый. Человек, когда он пересаживается с машины на автобус или на трамвай, он должен понимать, для чего он это делает. То есть, он как минимум должен, во-первых, быстрее доехать, но, во-вторых, хотя бы с не лучшим комфортом, но хотя бы с не меньшим, чем в автомобиле. Почему я говорю, что у нас есть хороший опыт города Москвы. Я знаю, что администрация со своей стороны старается принимать участие и в перспективе надеяться получить какую-то поддержку от федерального бюджета. Вот вам и проблема. Шоссе «Ленточный бор» расширяли, дорасширили. И все равно. Вот мы стоим как раз на светофоре, и 3 часа дня пробка уже копится. А проблема вся именно в этом перекрестке. Власихинское и «Ленточный бор». И когда-то город должен будет подать документы на то, чтобы как-то преобразовать этот перекресток. Есть и другие громкие проекты, вроде расширения Павловского тракта и появления на нем трамвайных путей. Для этого потребуются, возможно, миллиарды, чтобы не только провести работы, но и выкупить частную застройку, мешающую расширению. Вот так тяжело и медленно борются с пробками. А растут они намного быстрее. За последние 15 лет количество личного транспорта в Алтайском крае увеличилось вдвое. При этом двукратного роста дорожной сети не было даже близко. Это проблема. И ни один город мира пока с ней полностью не справился, но все стремятся. Андрей Дрейер, Алексей Фризин. День с толком. А вот многие дети по-прежнему не знают, как правильно переходить дорогу. К этому выводу пришли сотрудники автоинспекции. По статистике, в 2021-м 9 несовершеннолетних получили ранения на дорогах по собственной неосторожности. В ГИБДД настаивают, главным методом воспитания должен стать личный пример родителей. Поэтому профилактическую акцию «Родительский патруль» проводить стараются регулярно. В очередной раз педагоги и родители Барнаульского лицея номер 3 совместно объясняли детям и родителям, как необходимо вести себя, приближаясь к дороге. Необходимо каждый день своему ребенку напоминать, провожая его в путь, необходимо ему напомнить, будь аккуратен, остановись и посмотри. Лишним не будет и много времени не займет. Ломать не строить. В Первомайском районе от рук вандалов пострадало сельское кладбище. Гранитные памятники разрушены, деревянные кресты вырваны из земли, а металлические погнуты. Всего пострадало более 60 надгробий. На этом кладбище сегодня работала и наша съемочная группа. Я передаю слово Артему Гусельникову. Родительский день уже прошел, но работы на кладбище в селе Логовском только прибавилось. Спустя несколько дней местные жители обнаружили десятки разбитых надгробий. Некоторые из них оказались буквально вывернуты из земли. Как бы кто-то говорит, что возможно молодежь, но кто-то говорит, надо силу, чтобы уронить памятник. Он все-таки тяжелый. И погнуть кресты – это же тоже нужна сила. Но даже не знаем, на кого думать. И вообще, как можно на кого-то думать в селе, если у всех же ведь родственники здесь похоронены. Такое на кладбище в Логовском произошло впервые за всю его историю, говорят жители села. На родительский день было здесь все нормально. Но я вчера это только обнаружил. Значит, это, ну я думаю, потому что позавчера здесь никого не было, они бы сразу увидели все это дело. Значит, ну получается, это ночью, вчерашнюю ночь это было. Бабушка, деда и дядя мой, они все лежали полностью, они были положены, здесь отбили даже. Это я уже поднял, вот поднял. Это все он, вывернутое. Найти вандалов самостоятельно у жителей села не получилось, поэтому они готовят заявление в полицию. Мы пытались поговорить с участковым и главой сельсовета, и оба неожиданно уехали в Новоалтайск, видимо, узнав о нашем визите. На финансовую помощь от главы села жители даже не надеются. Говорят, деньги на восстановление памятников придется искать самостоятельно. Участковый тоже оперативных действий не организовал. Приехал на место, посмотрел и развел руками. У некоторых из пострадавших есть своя версия того, кто мог совершить такой вандализм. Это производители крестов и памятников. Якобы так они привлекают клиентов. Осталось дождаться официальной версии правоохранителей. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Ближайшее воскресенье – День памяти умерших от СПИДа. Его проводят для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, с которыми сталкиваются больные и носители ВИЧ. Эти вопросы уже сегодня обсудили и в Медицинском университете Края. Правда, выбрали для этого необычный формат. Вместо научных конференций и лекций о СПИДе – так называемый квиз-ВИЧ, или, проще говоря, интеллектуальная викторина. В ходе игры студентам предстояло развенчать мифы относительно распространения болезней и вспомнить имена мировых звезд, которые столкнулись со СПИДом. Для того, чтобы мы с вами не получили ВИЧ-инфекцию, необходимо иметь постоянного партнера, сохранять верность партнеру, использовать методы контрацепции, также правильно их использовать и правильно их хранить, что тоже имеет немаловажное значение. Не использовать инъекционные наркотики, использовать одноразовый медицинский инструментарий. Добавим, что по официальным данным, на 25 апреля 2021 года на территории Алтайского края проживает порядка 18 тысяч человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. Из них почти 2% на стадии СПИДа. За первые 4 месяца этого года в регионе было выявлено более 560 новых случаев заражения. Работа на себя без строгого графика и начальства становится все более престижной, особенно среди молодежи. Около 20 миллионов людей, по данным социологов, выбирают для себя такой формат работы. Сегодня в День фрилансера мы узнали, чем же привлекателен труд не по найму и в чем его подводные камни. Анара Шагирова продолжит. Работа вне стен офиса, в кафе или в ближайшем парке. В общем, где, а самое главное, когда захочешь. Такой представляется жизнь фрилансера, простыми словами, вольного рабочего. В частности, из-за свободного графика многие и уходят с работы по найму. Но ожидания и реальность часто не сходятся. Конечно, в теории можно работать с любой точки мира. У меня были попытки, там, допустим, ехала я на море, да, и параллельно по вечерам пишу какие-нибудь посты с коктейлем в руках. Но не очень, не до конца расслабляешься все-таки. Ты постоянно знаешь, что тебе еще нужно что-то сделать, да. Поэтому в большинстве своем дома ты находишься, и это психологически даже тяжело. Юлия Сидорова, копирайтер, пишет тексты на заказ для крупных столичных компаний. Началось все семь лет назад, когда студентка выпускного курса журфака взялась рекламировать люстры и лампы. Получилось. В найме девушка не работала ни дня, и трудовой книжки так и не завела. Говорит, что работа на себя, хотя и приносит достойный заработок, но совсем не проста. Мол, как потопаешь, так и полопаешь. Такой период самой активной работы начинается с обеда, где-то там до 7 часов, до 8. Иногда бывает, что я с утра до ночи работаю, когда какие-то крупные заказы, допустим, приходят, их нужно быстро сделать. Недавно буквально у меня было, я 3 дня подряд по 14 часов там сидела, проверяла тексты. Я еще немного корректором тоже работаю. Так или иначе, ты сам вправе решать, с каким клиентом сотрудничать, за какой заказ стоит браться и сколько времени на него тратить. Юлия Забелла стала фрилансером, когда после работы продавцом, менеджером, технологом и даже фотографом поняла, что хочет быть сама себе начальником. Работодатели все разные, были лояльны, были не совсем лояльны, но каждый работодатель, он, конечно же, требовал полной отдачи. И в один прекрасный день я просто поняла, что хочу немного более быть свободной, более независимой. Свой бизнес у Юлии начался с личной истории. Избыточный вес принуждал к диетам и тренировкам. Так Юлия стала изучать диетологию, а потом прошла обучение. Теперь помогать стране и другим – это ее профессия, причем по некоторым меркам хорошо оплачиваемая. На вопрос о заработке отвечает с улыбкой. Не скромный вопрос. Ну, давай так, минимум 50, минимум. Солидные заработки, хотя и нестабильные. Это, конечно, одна из главных причин перехода на фриланс. Доход зависит полностью от самого работника, поэтому есть стимул работать больше. Хочу увеличить доход и добиться стабильного потока заказов. Хочу перейти в онлайн и зарабатывать больше, чем сейчас. Сейчас, по данным социологов, в России только по предварительным данным около 20 миллионов фрилансеров, и с каждым годом их увеличивается на 20%. В свободное плавание уходят дизайнеры, копирайтеры, преподаватели и прочие представители творческих профессий. Меняются профессии, меняются условия труда, меняются законодательства, которые регулируют трудовые отношения. Все это создает определенные, с одной стороны, возможности для того, чтобы такие профессии, новые профессии развивались, креативные профессии, которые очень часто переходят в плоскость фриланса. Так и, наоборот, негативные факторы возникают, которые, так скажем, выталкивают людей из официального трудоустройства в такую серую, может быть, зону, в свободное плавание. В Барнауле только в прошлом году в разгар коронавируса около двух с половиной тысяч людей стали самозанятыми. И это, несмотря на все плюсы, таит в себе огромные минусы. Например, в странах Европы, по заверению социологов, уже наблюдается острый дефицит офисных работников. Возможно, работодателям стоит прислушаться к этой тенденции. Анна Рожегирова, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. Число желающих отдохнуть в нашем регионе в этом году значительно возрастет. Вот об этом сообщил сегодня на заседании Координационного совета по развитию туризма Евгений Дешевых. Причина понятна – это закрытые границы и развитие внутреннего туризма за счет туристического кэшбэка. В отдельных туристских дестинациях ожидается максимальная загрузка коллективных средств размещения, среди которых всем хорошо известны наши туристские территории. Город Белокуриха, город Яровое, Алтайский, Егорьевский, Савьяловский, Романовский, Чарыжский районы. Одна из проблемных точек туротрасли в это время – серьезная нагрузка на инфраструктуру. На заседании было подчеркнуто, что необходимо обеспечить правопорядок, безопасность дорожного движения, организацию работы скорой помощи, а также пожарную безопасность в популярных туристических местах. Обсудили и транспортную доставку. Два раза в неделю из Барнаула в Белокуриху будут рейсы авиакомпании «Сила». Из соседних регионов откроются традиционные автобусные маршруты в Яровое. В основном все у нас с вами сегодня сводится к организации системной работы, которая основывается на достижениях, опыте, понимании. Вот на этом фундаменте дальше надо совершенствовать. Большую мы с вами надежды связываем с принятием нацпроекта, утверждением нацпроекта, вхождением туда нашими отдельными объектами или даже целыми муниципалитетами. Это, я думаю, придаст такой импульс хороший. Спортсмен из Рубцовска будет представлять Россию на чемпионате Европы по боксу. Соревнования пройдут в Париже. Никита Петин завоевал такую путевку благодаря победам во всех боях первенства России, которые на этой неделе принимал Барнаул. Решающий поединок. 260 боксеров со всей страны боролись за звание лучшего в своей весовой категории. А жители края держали кулачки за нашего земляка Никиту Петина, который сумел одержать победу над москвичом Эльбрусом Адыгизаловым. Приветствуйте Никита Петин! Я сделал максимальный прорыв в своем, что я хотел и победил. Я старался, конечно, тренировался. Каждую тренировку я пахал, откладывал все силы. И, конечно, мечтал, чтобы выиграть первенство России и поехать на первенство Европы. Я сделал это. Из 12 алтайских боксеров до финала дошел только Никита. Болельщики рассказали, что каждую минуту боя переживали за него. Ведь казалось, что соперник из Москвы непобедим. Когда объявляли, кто победит, это было просто непередаваемое ощущение. Никто не был, не поймет этих чувств. Когда ты боишься, переживаешь, волнуешься, уже не знаешь, то ли выиграет, то ли нет. И когда объявляют победителя, и когда ты слышишь желаемого победителя. Это не описать словами даже. Участников поздравляли первые лица не только алтайского, но и мирового спорта. Главный гость – чемпион мира по боксу Николай Валуев. Председатель Краевой Федерации бокса Армен Танаян рассказывает, что проведение этого события в Барнауле – большая честь для алтайского края. В принципе, сборная выступила хорошо, наша алтайская. Были три веса, на которых мы рассчитывали. Ну, ребята, чуть-чуть, может быть, не получилось. Ну, получится в следующий раз. То, что Никита стал первым, я очень рад. Ну, и тренерский штаб весь. Мы, конечно, очень довольны. Билетов практически не осталось. Столичный театр имени Бахтангова покажет в Барнауле свои лучшие спектакли. Евгения Олегин – сайтик «Наш классный игрок по боксу в Париже». Показы уже стартовали, накануне московские артисты представили первый спектакль в Крайловом драматическом театре. День с толком. Как мы репетировали сцену с няней, и все, мы никак не могли найти какую-то суть, какую-то мысль. И вдруг Томинус забегал по залу и говорил, ну, она же зверь, она же зверь, она влюблена. И он схватил эту кроватку, и как-то это точно так попало. Он не может испытывать этих чувств, которые испытывает она в той полноте, глубине. И даже, если говорить об этом звере, который в ней, он искренне распахнут, открыт миру, а у него все наоборот. И это такое отражение его внутреннего состояния, когда он не может быть таким вот юным, трепетным, хрупким и дышащим вот этим вот, ну, такой полнотой жизни. В этом году Алтайский драматический театр отмечает свой юбилейный сотый сезон. В июне уже наши алтайские артисты с ответным визитом выступят на подмостках Вахтанговского театра. Для московской публики они представят две постановки «Укращение строптивой» по пьесе Шекспира, а также и «Разыгрались же кони в поле» по рассказу Шукшина. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. До встречи в эфире и хороших вам выходных!